Привет! Всем привет! Сегодня наконец-то у нас весна. Она, правда, уже весна, как несколько дней. Идет дождь, плохая погода, все тает. Это здорово, потому что это значит, что скоро будет тепло. А сегодня я хотела поговорить на такую тему, на злобу дня, как говорится, извините за тавтологию, о статусе самозанятой. Я совершенно не собиралась об этом говорить, но наткнулась в приложение Такси Максим на одно объявление очень интересное. У нас в Туле пока что это не практикуется, но я знаю точно, что город Москва, город Казань и город Калуга уже начинают практиковать это. И Яндекс.Такси очень сильно в своем приложении пропагандирует то, что вы как водитель можете стать самозанятым и работать с нами напрямую. То есть не через таксопарк, соответственно, деньги безналичные будут поступать именно к вам на счет. Насколько я помню, но сама лично не читала, поэтому врать не буду. Они, по-моему, даже помогают с открытием этого и так далее, тому подобное. Дальше продвигают эту тему, разыграют там смартфоны и много, как бы, постоянно это вот пестрит-пестрит, становитесь самозанятыми, становитесь. Значит, что у нас по Максиму? Захожу я в город Казань в объявлении, читаю такую интересную вещь. Статус самозанятых. Водителям такси, которые работают на себя без наемных работников, может быть предоставлен статус самозанятых. Преимущества статуса. Вот это самое важное. Для легальной работы не нужно оформление ИП. Низкие налоги по ставке от 4%. Не нужно платить страховые износы. Скидка на налоги до 10 тысяч рублей за счет налогового вычета. Отсутствие отчетности. Оформление чека без кассового аппарата через приложение Мой налог. Возможность подтвердить доход, когда нужен кредит. Если вы хотите получить этот статус, зайдите туда-сюда. Менеджер свяжется с вами после того, как налоговая служба реализует систему. В общем-то, меня очень привлекла фраза именно то, что для легальной работы мне не нужно оформлять ИП. То есть, получается, что я могу работать легально и мне не нужно ИП. То есть, я как бы так думаю, как водитель. Я решаю разобраться в этом вопросе. Действительно ли это так? Так, значит, все началось со звонка в офис такси Максим Московский. Значит, я не буду сейчас, наверное, включать запись. Я ее сюда вставлю. Добрый день. А подскажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что в Москве я как таксист могу самозанятым стать? Да, да, можно. А подскажите, а вот у меня разрешения нету на перевозку. А я же могу его оформить? Как это надо сделать? Вам необходимо в организацию обратиться, где занимаются разрешением оформления. Мы не занимаемся сейчас. А не подскажете, куда обратиться? Нет, не могу подсказать точно. Нужно где-то в интернете посмотреть. Ясно, ладно, хорошо, спасибо. Все, доброе. Вот, получается, что мы говорим о том, что они как бы не в курсе и какая-то другая фирма должна сделать вам разрешение. Значит, мы звоним в фирму, которая занимается разрешениями и задаем ей вполне конкретные вопросы. Сейчас я эту запись включу. Сейчас промотаю. Компания, Вестер, добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а вы же помогаете, да, разрешение на такси делать? Да, помогаю. А подскажите, пожалуйста, я вот просто хотел стать самозанятым, да, то есть и сделать разрешение. А что-то я не пойму. А я могу как самозанят оформить разрешение себе? Нет, только P открывать. И P открывать? Да. А почему все агрегаторы говорят, типа, блядь, стать самозанятым? Ну, не знаю, а зачем они так говорят? Лицензия на самозанятого получите не сможет. А если на другое, то есть вот ООО, который вот лицензия, это я должен, как бы я могу это, ну, на их не машине кататься, да, в общем, понятно, да, то, что девушка говорит о том, что как самозанятый получить разрешение вы не можете, то есть вы должны сделать и P, и тогда получить разрешение, тогда будет все легально. Непонятно тогда, а в чем вообще вот эта легальность, о котором говорит Максим. Продолжаем, значит, разговор уже с Максимом, только с Казанским офисом, что же нам они скажут по этому вопросу. Вот, звоним. А подскажите, пожалуйста, а я же могу работать как самозанятый, да? Да, конечно. А как мне разрешение тогда получить как самозанятый? Это вы можете заинтересоваться, скачать в приложение мой налог, и там регистрацию провести. Ну, а я же в такси же должен, ну, на дороге инспектор должен показать разрешение, правильно? Нет, не обязательно. Действительно, зачем оно нужно? На данный момент пока ничего не нужно. То есть, а, подождите, то есть, если, то есть, если я остановлюсь самозанятым, могу смело поклеить шашки, да, то есть поставить шашку на... Нет, поклеить, поклеить, вы не можете, шашку сделайте, вам лицензия нужна, для этого. Ну, а как мне ее получить, если я самый занятый? Лицензию получить? Да. Лицензию вы можете в интернете получить? Ну, там же написано просто только ИБИО. Нет, вы можете получить лицензию у, допустим, компании, которые с нами сотрудничают, если автомобиль подходит по критериям. А, то есть, у кого-то можно, да, фонить лицензию? Ну, конечно, это компания, которая занимается именно этим занятием. Очень понятно, да. То есть, он, в принципе, вполне прямо говорит о том, что, если вы имеете статус самозанятого, вы не можете получить лицензию, вы не можете наклеить себе шашки и ездить легально. Для чего вот это вот все пишется в приложении, мне непонятно. Значит, опять же, он направляет нас к людям, которые делают лицензию от себя. То есть, у них, видимо, какой-то ООО или ИП, и вот они от себя делают эту лицензию, вы ее получаете и ездите. Вопрос, если я просто обычный человек, просто человек, и так же могу получить лицензию, и так же ездить, то есть, зачем мне вот этот вообще, в принципе, статус самозанятости, что вот лапшу какую-то на уши вешают на самом деле. Ну, дальше интереснее, потому что мы позвонили в другую фирму, которая занимается выдачей разрешения, и поговорили с ней. Значит, эту запись я сюда включу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, по поводу разрешения на такси, это же к вам, да? Да, слушаю. А, подскажите мне, вот, хотел через вас вот сделать разрешение, да? А, единственное, просто... А? В Казани. Да, да, слушаю, слушаю. А, единственное, что просто я хотел зарегистрироваться вот как самозанятый, и что-то я вот здесь немножко не понял, то, что получается, я как самозанятый на себя не могу разрешение сделать, да? Вы сами не слушаете? Ну, потому что, да, там написано, что только ИП, то есть я не хотел просто ИП открывать. Да. А через вас это как делается? Это, получается, вы мне как бы на работу возьмете? Нет, зачем на работу, да. Но, лицензию, во-первых, делается не на человека, лицензию на машину. Да. А на основании чего я могу ездить с этой лицензией? Она же не на меня, то есть... А, ну, еще, повторяю, лицензию дается не на человека, а на машину. Вы, если силили на эту машину, соответственно, вы ездите на машину с лицензией. А, понятно. А вы путевки выдаете? Если можно, можно выдавать. Ну, просто смотрите, вот меня же инспектор остановит, да, он же мне потребует разрешение, карточку водителя и путевку. Просто я это все, получается, сам не могу сделать, если я не ИП. А если контрольная закупка? Ну, что, никого не трепет, что? Вы пишете за отсутствие путевки? Сказания нет. Могу примеру привести, где он проверяет их. И как там вопрос решается? Какой именно вопрос? Ну, отсутствие путевки. Получается, водитель просто штраф получает и все. Вот, почему? Ну, а почему тогда штраф за это выписывают? За отсутствие путевки. Вот, если, например, вы работали бы на машине организации, Ну, например, транспортная компания, путь будет, вот, путь будет на арендной машине, которая, машина оформлена на юридическое лицо. Если вас горизонтарь остановит, он, в первую очередь, когда вас СТС-ку попросят, он видит, что машина оформлена на юридическое лицо. Если машина оформлена на юридическое лицо, организация должна сдавать отчеты. Если организация сдает отчеты, есть расходы. Расход, да, расход топлива. В этом случае, он попросят у вас кучу лиц. Ну, вы же, получается, сделаете же регистрационную машину, вы же юридическое лицо. Ну, юридическое лицо, да. Ну, я понял, я просто немножко не понимаю, на основании чего я их получаю. Я же обычно физлицо. Просто я хотел сделать на себя вот ИП, да, то есть, на ИП, на себя, то есть, и получается, какая процедура? Если ты ИП на себя регистрируешь, получаешь разрешение, то для того, чтобы выйти на смену, скажем так, да, чтобы начать таксовать, ты должен будешь заключить договор с медиком, с техником, да, то есть, и получить от них путевку. То есть, ну, я же как ИП, я с ними напрямую заключаю договор. А я не хочу ИП, да, то есть, я захотел стать самозанятым, и тут выясняется такая ситуация, что ты все равно как ИП должен, да, либо через юрлицо. А вы же со мной, на основании чего-то вы мне лицензию же выдадите? На основании договора, мы же договор заключаем же. А что за договор? То есть, то, что я к вам как-то работаю или что? Нет, то, что мы делаем вам лицензию, условно оказанную. А в перевозке, получается, ответственность все равно вся на мне же, получается, лежит? Ответственность, как бы там ни было, мы вас ответственность делаем, потому что, то, что вы же людей возите. За техническим состоянием машину, в первую очередь, вам нужно контроль вести. Ну, а получается... А вот машина, ответственность, никто уж вести не будет, но колодец идешь. Ну, понятно, не, ну, я просто так вот случив, что, получается, что разрешение я где-то получил, да, то есть... В деле, в деле, если вот, если хотите, чтобы все официально было, нужно, конечно, и пооткрывать. Я просто не хочу попасть на контрольную закупку, знаете, как в плане того, что я немножко не понимаю, как так вот контрольная закупка, получается, что у меня есть разрешение, да, вот на вас, на вашу фирму, да, а как я отношусь к этой фирме, непонятно, да? Вот, значит, что нам сказали. Это действительно очень интересный такой разговор. Получается, что на основании того, что лично просчитала я, я могу сказать, что если вы получаете у кого-то где-то лицензию, да, на машину, как вот говорилось в разговоре, вы не можете сесть за руль этой машины, как физлицо, и просто на ней работать. У вас должен быть составлен какой-либо, точнее, не какой-либо, а вполне конкретный договор с людьми, которые вам эту лицензию выдали, о том, что вы у них работаете. Соответственно, если они этот договор вам делают, они как бы должны за вас платить налоги. Спрашивается, для чего тогда вам статус самозанятого? Люди в данной организации говорят о том, что они дадут мне договор о том, что они оказывают мне услугу, что выдают мне лицензию. Но это же бред, никто не может оказывать эту услугу. Эту лицензию выдаёт только Минтранс, то есть это вот Филькина грамоты и их договор. В общем, получается что? Получается то, что везде вокруг обман, везде ничего нелегального нету, даже конкретно Максим говорит о том, что это всё не разрешается. Также говорит эта фирма, что вот путёвки у нас за них никто не трепет, про контрольную закупку он вообще отмалчивается и ссылается на то, что якобы ой, у нас не проверяют, и всё нормально. Про путёвки мне вообще безумно понравилось то, что оказывается они нужны для того, чтобы учитывать расход топлива, которого потратили. А если вы работаете на себя, то вам этот расход учитывать не надо, и поэтому и путёвка вам не нужна. То есть медика и механика придумали трусы и дураки какие-то там сидели и придумали. Да и лицензия, собственно, нужна нам для того, чтобы по выделенной полосе ездить. Вот, оказывается, в чём дело. Далее уже был ещё один телефонный разговор, девушка позвонила позже в одну из фирм, к которой мы не дозвонились, поэтому, к сожалению, этот телефонный разговор не сохранился. Ну, она сказала нам о том, что мы можем открыть ИП, пойти сделать лицензию, после этого ИП это мы закрываем, оформляемся как самозанятый. Ну, или там сначала оформляемся как самозанятый, я точно эту процедуру не очень понимаю. Вот, ИП мы своё закрываем и остаёмся как бы с лицензией, такие все молодцы. Вот, и начинаем работать легально. Значит, я, конечно же, в это не верю, но точный ответ нам скажет только Минтранс. В Минтранс я позвоню и выясню это всё. Мне очень интересно, но об этом я сниму следующее видео, то есть где мы уже точно увидим все ответы на наши вопросы. В принципе, мне и так кажется, что их достаточно и вполне всё ясно, но тем не менее, для укрепления материала, так сказать, нужно. Вот, а я поехала работать, потому что 5 часов 10 минут, я уже 10 минут от часа пика по 180 рублей пропустила. Так что всем удачи, хорошей смены, хороших пассажиров. И прежде чем делать какие-то выводы или решения принимать, внимательно ознакомьтесь со всеми документами, законами и так далее. Всем пока!